Донецкое направление Количество обстрелов уменьшилось Всего 17 Вооруженные силы Украины в 2015-2016 годах зачислили 100 тысяч резервистов Все они прошли военную службу Об этом рассказали в Генштабе А с начала года масштабные учебные сборы прошли в 10 боевых воинских частях В них участвовали около 10 тысяч резервистов Особенность этих сборов – привлечение каждой бригаде больше 1 тысячи резервистов одновременно После них участники получат одноразовые выплаты – тысячу-полторы тысячи гривен А в конце года добавят еще от полутора до трех тысяч В зависимости от воинского звания Китай впервые показал публике истребитель пятого поколения Ченгду-Джей-20 Его демонстрировали на авиасалоне крупнейшего в стране саммита производителей Продавцов авиатехники Джухай Еще до публичного дебюта военные журналисты и аналитики сравнивали китайский самолет с многоцелевым американским истребителем F-22 Raptor Предположительно, в ближайшие 2-3 года боевая машина поступит в эксплуатацию Предназначение Джей-20 – борьба против флота противника Самолеты снастят противокорабельными ракетами Германия возобновила полеты на египетский курорт Шарм-эль-Шейх Это произошло спустя год после крушения пассажирского самолета над Синайским полуостровом Немецкие туристы рады появившейся возможности, говорят, о плохом думать не хотят Я приехал отдыхать Возможность представилась в августе, когда я узнал, что Германия снова будет летать в Шарм-эль-Шейх И вот мы снова здесь Я просто хочу отдохнуть Я не буду думать о том, что может случиться Просто буду наслаждаться отдыхом Я здесь только 5 минут, но все уже замечательно Нас встречает много людей, и все проявляют большую заботу Из-за крушения полета и в Египет временно приостановили и другие европейские страны В аварии 31 октября 2015 года погибли все 224 человека Самой вероятной ее причиной назвали взрыв бомбы на борту Ответственность за инцидент взяла на себя Синайская террористическая группировка, присягнувшая на верность ИГИЛ Катастрофа над Синаем стала крупнейшей в истории Египта Туристическая индустрия страны и без того ослабленная восстаниями 2011 года в результате аварии сильно пострадала Возобновление полетов позволит вернуть часть туристов Авиакомпания Germany Airlines открыла два прямых рейса в неделю В Париже полиция снесла стихийный лагерь мигрантов В последнее время беженцы приезжали сюда активнее Это объясняют сносом другого, намного более крупного лагеря в портовом городе Кали На место прибыла полиция и специальная техника Операция прошла на северо-востоке французской столицы Здесь около железнодорожного моста жили около двух с половиной тысяч мигрантов В основном беженцы из стран, охваченных военными конфликтами, таких как Афганистан Пока бульдозер расчищал территорию, полиция проверяла документы Некоторые мигранты говорят, палатки убирают уже не в первый раз Мы остаёмся здесь, мы размещаемся здесь, но полиция иногда приходит и сносит это место Мигрант из Афганистана Шакиб Давуд приехал в Париж около двух месяцев назад Сейчас живёт в центре для беженцев, где его разместили на время обработки его заявки Они ждут, когда их где-то разместят, но иногда полиция приходит и не позволяет им здесь оставаться Я не знаю, почему, но они просто хотят быть здесь какой-то период времени Они надеются, что им предоставят какое-то место для ночлега Работники коммунальных служб расчистили и убрали территорию Мигрантам снова придётся сюда вернуться, ведь идти им некуда Никто не рад, никто не хочет здесь оставаться Это невежливо, это неправильно Если у тебя нет дома, то ты бездомный Сейчас холодно, никто не хочет оставаться на улице Лагеря в Париже сносят на фоне растущего недовольства в обществе Недавно мэр города направила письмо в Министерство внутренних дел с призывом убрать такие скопления людей из гуманитарных и санитарных соображений Число жителей этого лагеря возросло в три раза после сноса лагера «Джунгли» в Кале Там мигранты жили в надежде получить шанс перебраться через Ла-Манш в Великобританию До выборов президентов США осталась неделя По результатам опроса Хилари Клинтон опережает Дональда Трампа на 1,3% В нескольких ключевых штатах кандидаты набирают практически одинаковое количество голосов Неопределенности в исход выборов добавляет и возобновление расследования ФБР и мейл-переписки Клинтон Кандидата демократов пользовалась незащищенной личной почтой для рабочего общения В 2015 году началось расследование, поскольку в переписке могла оказаться секретная информация Страны ОПЕК договорились о долгосрочной стратегии нефтедобычи Это говорит о постепенном сглаживании разногласий внутри картеля Согласование документа неоднократно тормозили Алжир и Иран Они заявляли, что члены клуба должны быть готовы отстаивать цены на нефть в случае сокращения добычи Неформальный лидер ОПЕК Саудовская Аравия настаивала на том, что цены на нефть должен определять рынок А ОПЕК не стоит сокращать добычу Этим могут воспользоваться производители с более высокой ее себестоимостью Позже Эр-Эрият согласился вернуться к регулированию рынка и сократить объемы добычи Стороны согласились, что ОПЕК должна вернуть роль регулятора нефтяного рынка И перейти к прогнозированию возможных изменений соотношения спроса и предложения А вот реальное сокращение добычи по-прежнему остается под вопросом В Гаване открылась международная торговая выставка «Фихав-2016» Мероприятие проходит уже 34-й год Впервые прошло в 1983-м Тогда было около 60 участников с Кубы, из Испании и Панамы Теперь под одной крышей собрались 4,5 тысячи компаний из 75 стран мира Местные предприятия пытаются найти новые рынки сбыта своей продукции На выставке представлены знаменитые кубинские сигары и ром Можно найти стенды, представляющие национальные сферы здравоохранения, фармацевтики и биотехнологий В этом году площадь выставки рекордная – более 18 тысяч 400 квадратных метров Несмотря на то, что торговая эмбарго США в отношении Кубы по-прежнему не отменено На экспозиции впервые можно увидеть и американские компании Их представители надеются, что скоро рынки обеих стран откроются друг другу Мы впервые в Гаване, мы хотим создать новый бизнес Ищем дистрибьюторов, особенно в секторе проката Мы впервые представляем свою компанию на Кубе И хотя процесс открытия рынков займёт время, это будет превосходный рынок На прошлой неделе во время ежегодного голосования на Генеральной Ассамблее ООН США Впервые не высказались против резолюции, призывающей отменить торговые санкции против Кубы Но последнее слово в этом за американским конгрессом, который контролируют республиканцы Они неоднократно отклоняли призыв Барака Обамы проголосовать за отмену эмбарго И критикуют Белый дом за то, что он делает слишком много послаблений для страны, где ситуация с правами человека по-прежнему плохая А тем временем Куба главный упор на выставки делает, на туризм, нефтедобычу и продовольствие Представители кубинских компаний встретятся со своими коллегами из многих стран, включая Бразилию, Испанию, Францию и Великобританию Выставка продлится до 4 ноября К 2025 году Украина перейдёт на скоростные поезда Министерство инфраструктуры считает это приоритетом Речь идёт о Hyundai Rotem, Tarpan, Skoda и других Соотношение будет 70 на 30 70% это дневные скоростные поезда, 30% обычные ночные Дневное сообщение для железной дороги менее убыточно Сегодня украинская железнодорожная скоростная компания «Укрзалезный» покрывает свои текущие расходы, не связанные с оплатой кредитов на покупку подвижного состава Украинцы стали покупать больше легковых авто В этом октябре спрос вырос на 8% по сравнению с октябрём прошлого года Лидерство на рынке продолжает удерживать Toyota В прошлом месяце свой результат годичной давности она улучшила на 50% Продажи Renault выросли на 31% Это вторая по популярности марка среди украинцев Третье место досталось Skoda Четвёртая позиция у BMW Замыкает пятёрку лидеров Hyundai А в топ-10 вошли Nissan и Kia, Ford, Zas, Volkswagen и Mercedes В Швеции внедряют новый общественный транспорт Электрический паром BB Green рассекает водную гладь недалеко от оживлённого центра Стокгольма Сегодня это самое быстроходное пассажирское судно, работающее на электротяге Оно способно развивать скорость до 55 км в час Шведские специалисты провели испытания и готовятся сделать электрический паром ещё одним видом общественного транспорта в столице Швеции Процесс урбанизации продолжается Заторы на дорогах возникают в большинстве городов Дороги невозможно расширять бесконечно Но есть много места на воде Так почему бы не использовать водные пути? Паром BB Green оборудован высокотехнологичными аккумуляторами Для их зарядки достаточно всего получаса Потом судно на высокой скорости может преодолеть путь примерно в 20 км Мы поднимаем судно на воздушной подушке Это новаторская концепция Совмещаем эту технологию с самыми современными строительными материалами Такими как углеродное волокно А также с самыми лучшими двигателями Например, системой Volvo IPS Ещё одно достоинство электрического парома – экологичность В будущем его батареи хотят заряжать от возобновляемых источников энергии Специалисты считают, все эти преимущества сделают судно BB Green привлекательным общественным транспортом для жителей европейских городов Надеюсь, что в Европе появится много быстроходных паромов Ведь существует множество водных путей, которые можно использовать Они были судоходными несколько тысяч лет назад А теперь мы возвращаемся к той же стадии Судно 20 метров в длину и 6 в ширину Оно может вместить больше 70 пассажиров и 15 велосипедов Проект BB Green финансирует Евросоюз Над ним работают 8 различных организаций из разных стран Паром построили в Риге Каждый седьмой ребенок в мире дышит воздухом с крайне высоким уровнем загрязнения Больше всего таких детей в странах Южной Азии и Африки Об этом в своем докладе сообщает ЮНИСЕФ На сегодняшний день 300 миллионов детей живут в районах с высокотоксичным воздухом Его загрязнение в 6-8 раз превышает нормы, установленные ВОЗ Два миллиарда несовершеннолетних детей дышат воздухом Качество которого тоже не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения Ежегодно на планете около 600 тысяч детей до 5 лет умирают от болезней, вызванных плохим качеством воздуха Атмосферу загрязняют заводы, электростанции, транспортные средства, пыль, а также дыма, сжигаемых отходов Угрозу несет и воздух в помещениях, которые отапливаются углем или дровами Такое происходит в основном в развивающихся странах ЮНИСЕФ предупреждает, дети наиболее подвержены негативному влиянию загрязненного воздуха Дети дышат в два раза чаще, чем взрослые А это означает, что они вдыхают намного больше воздуха пропорционально массе своего тела, чем взрослые Поэтому они более чувствительны к качеству воздуха Грязный воздух вреден не только для легких, но и для мозга Поскольку внутренние органы у детей находятся в стадии развития Доклад ЮНИСЕФ вышел за неделю до начала конференции ООН по климату Она пройдет с 7 по 18 ноября в Марокко Эти люди самых разных профессий участвуют в научном исследовании Они помогают ученым подсчитать морских обитателей в водах Большого барьерного рифа Перед погружением в воду инструктаж волонтерам рассказывают, как выглядит нужная рыба и моллюск Процесс увлекательный, но требует сосредоточенности и внимательности У острова Леди Эллиот обитает около 1200 видов морских организмов Но внимание волонтеров нацелено только на некоторые из них На моллюсков и рыбу-бабочку Если их много у поверхности, это означает, что риф здоров Я видела много кумжи, много маленьких рыбок-клоунов Они все вместе плавали небольшими стайками, очень много Я считал голожаберных моллюсков Все прошло очень хорошо Насчитал около 350 Большой барьерный риф – объект всемирного наследия ЮНЕСКО И его нынешнее состояние вызывает у ученых серьезное беспокойство Как показали недавние исследования, масштабное обесцвечивание разрушило 35% площади кораллов в северной и центральной частях рифа Остров Леди Эллиот находится в его южной части Результаты осмотра показывают, эта область гибельному обесцвечиванию не подверглась Специалисты говорят, помощь волонтеров в осмотре рифа бесценна Этот парк длиннее Японии и Италии – 344 квадратных километра Любому государственному департаменту очень сложно им управлять Поэтому вовлечение неспециалистов – отличный способ помочь Люди не просто приезжают сюда, чтобы повеселиться и поиграть в ученых Они не носят белых халатов, но они собирают важные данные В целом, в осмотре разных участков Большого барьерного рифа задействованы несколько тысяч неспециалистов Среди них есть и руководители ряда крупных мировых корпораций Поклонники поп-культуры собрались на фестиваль «Попкон» в Дубае В Объединенных Арабских Эмиратах такое мероприятие проходит впервые Здесь представляют все – от фильмов и аниме до музыки и комиксов Есть и самые разнообразные костюмы Думаю, Дубай – идеальное для этого место Здесь собрано столько национальностей Здесь люди со всего мира И каждый представляет поп-культуру по-своему Одни посетители примеряют костюм супергероя впервые Другие – уже настоящие профессионалы Среди таких – иранская актриса Сумая Аватх, которая взяла себе псевдоним Суми На фестивале она со своим женихом и единомышленником Саудом Мой жених спросил меня «У тебя так хорошо получается, почему бы тебе не начать бизнес?» Я сказала «Хорошо, я попробую» Я начала принимать заказы и посещать очень многие мероприятия Теперь у меня есть поклонники Меня узнают во всех ближневосточных странах Таких, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Катар А это работы калифорнийского иллюстратора Джейсона Палмера Здесь и сцены из научно-фантастического сериала «Очень странные дела» И герои другого сериала «Звёздный крейсер Галактика» Одно из преимуществ таких фестивалей – возможность встретить людей из разных уголков мира, разных культур Ты видишь отличия, но также видишь и сходства Создавая свои работы, я не произвожу манипуляций с фотографиями Я рисую всё с нуля Просто не с помощью карандаша, а с помощью компьютера Участники фестиваля говорят, костюмы помогают им завязывать дружеские отношения буквально за долю секунды Мы просто должны показать людям, что любим костюмированные представления Что это наше хобби, это стиль жизни Возможно, мы не с каждым из них знакомы, и под маской мы обычные люди Но как только надеваем костюмы, то сразу устанавливаем связь А весной в Дубае проходит подобный фестиваль – Комик-кон Его посещают около 60 тысяч человек Субтитры создавал DimaTorzok